Как бронзовая, уже минимум серебряную медаль, она вышла в финал. Будем надеяться, что пати ее имеет. Да, что все-таки удастся Татьяне стать первой для сборной России таким талисманом. И сможет Татьяна выиграть первое золото для нашей команды. Начинается бой неудачно, правда, для Татьяны. Из левой стойки пропускает она справа удар перед стоящей ноги от Абакаровой. И при этом, смотрите, тут же идет отвечать. Молодец. Татьяна не растерялась. Здесь очень важно, потому что Абакарова психологически, мне кажется, лучше готова к этому финалу. Все-таки против человека, который будет на Олимпиаде из когорты лучших Абакаровой сейчас. Татьяне Кудашовой психологически непросто, я думаю, соперничать. Но посмотрим. Понижим, да, Андрей? Смотрите, преимущество в росте за соперницей Кудашовой. Это, как мы нашим телезрителям объясняли вчера, затрудняет человеку с ростом пониже совершать удары в голову, трехочковые. Все-таки нужен хороший прыжок. Но Кудашова как раз из тех спортсменов, которые обладают хорошей растяжкой. Растяжкой и прыжковая часть ее поставлена великолепно. Так она выиграла свою бронзу в Китае на Олимпиаде, если помните. Вообще, прошлый год можно смело называть годом российского тхэквондоа, потому что у нас был и чемпионат мира, который успешно провел город Челябинск. У нас был первый в истории для России чемпионат Европы в Олимпийских весах в Нальчике. Тоже по моим оценкам, когда я брал интервью у всех делегатов Европейского союза тхэквондо и даже Международной федерации тхэквондо, включая доктора Чунг Вончо, все очень довольны, как Россия провела оба турнира. Но не будем забывать, что и в Москве в том году был крупный старт. Это одна из серий этапов Гран-при. Так что три крупнейших соревнования прошлого года состоялись в России. Ну, а в этом году не будем забывать, что в России будет лагерь судьи. Это, Андрей, вы меня опережаете. Я следующий вопрос вам хотел задать, учитывая, что вы как раз и есть тот человек, который будет представлять Россию в рейтинге. Дальше была серия Гран-при, на которой также осматривался каждый судья. После этого была серия квалификаций. В качестве, так сказать, экзаменаторов выступали спортсмены в первую очередь. Во вторую очередь это были определенные назначенные судьи, которые осматривали каждого судью. Это члены комитета игр, члены комитета судей и члены исполкома ВТФ. Не сильно интересные, а это очень важные люди, потому что без них ни один турнир, включая чемпионат Европы, состояться просто физически не может. Продолжаем рассказ о первом финале второго дня на чемпионате Европы в Швейцарии в Монтре. Здесь интрига, здесь интрига далеко не умерла. После того, как Кудашову проигрывала 0-2, она смогла перехватить инициативу. Она отыграла сначала одним ударом в корпус 1-2, а сейчас большой спор, есть ли 3 очка, было ли попадание в голову? Вот как раз та самая система повтора. Тут вопрос в том, что судья снял 3 балла и дал, что удар был сопровожден запрещенным техническим действием, захват. Если это подтвердится на картинке, то тогда заберут карточку. Если видно будет, что захвата не было, то тогда вернут карточку и вернут, соответственно, 3 балла. Вот как раз о чем я и хотел сказать. Идейское решение сейчас, к сожалению, было не в пользу Татьяны Кудашовой. И карточку забрали, и 3 очка в голову при захвате отменили. 1-2 по-прежнему, но не стоит отчаиваться. Остается больше половины первого раунда. Напоминаю, что каждый раунд в Хэквондо это 2 минуты. Сейчас, услышав нас, Татьяна идет в атаку и сравнивает счет 2-2. Теперь неизвестно, у кого ситуация лучше. Так вот, если 3 раунда заканчиваются в ничью, не хватает этих 6 минут для выявления победителя, то назначается 4-й раунд золотой, где борьба идет уже до первого точного попадания. Причем не важно, куда, в корпус или в голову, там главное первым ударить и попасть. В синем протекторе, слева по картинке, напоминаю вам, Татьяна Кудашова, сборная России. Справа в красном протекторе, Патимата Абакарова, сборная Азербайджана. Нужно быть, наверное, по сейчас настойчивей Татьяне. Да, Абакарова держит дистанцию, не дает сблизиться россиянке, но нужно прорываться. Тем более, очень скоростная спортсменка Татьяна. У нее все должно получиться. Абакарова, я чувствую, по крайней мере, кажется, заряжена. Да, на один удар хочет решить судьбу этого финала здесь, в третьем раунде. Что еще хочется отметить? В первом раунде непростой бой был у Кудашовой против соперницы из Турции «Изилдал». Там 3-1, борьба была, но Татьяна справилась. И вот потом все по накапану, как пошло у Кудашовой. И сейчас она в финале работает, ни в чем не уступая своей сопернице. Андрей, вы согласны со мной, я думаю? Да, 2-2. Смотрим. Решающее мгновение. Второй день соревнований в Монтрео. И у сборной России есть шанс одержать первую победу на турнире. В этой весовой категории представлено было 23 страны, 25 атлетов. Прекрасное техническое действие проходит. С ударства разворота, но они достаточно сильные. Вскользь, да. Мы говорили о том, что Дейдо выпустил новый жилет, точнее, усовершенствовал старый. И теперь требуется очень четкое попадание. Вскользь не пройдет. Так называется. Здесь сконцентрированным и хлестким должен быть удар. И точным. И точным, да. Анна Занинович, я был прав, второй номер мирового рейтинга. И вот так вот лидер мирового сезона теряет все надежды на медали. Из-за Татьяны Кудашовой. По сути, Кудашова обыграла лучшую спортсменку в этой весовой категории. Сегодня и сейчас против Абакаровой она должна биться за победу. Понимая, что есть силы. Ну, Абакарова, я думаю, здесь имеет преимущество какое. Она выступает не в своей категории. То есть, я думаю, что она просто приехала попробовать себя перед Олимпиадой. Вот и все. Ну, как бы понятно, что за определенным количеством баллов. То есть, над ней не висит вот эта вот ответственность, что я должна выиграть и так далее. Потому что она выступает всегда 49 килограмм. Здесь мы видим совершенно другое категорию. Да, и 30 секунд уже меньше до конца третьего раунда финального. Счет 2-2. Напряжение витает в воздухе. Вот она драматургия. Кульминация этой весовой категории. И приятно, что мы в прямом эфире узнаем, кто же выиграет. Вот она молодец. Молодец. Молодец, Татьяна. Татьяна была близка к тому, чтобы открыть счет своих ударов через левую сторону, из правой стойки. И 3-2 назначают, назначают одно очко. И второе, похоже, при выходе из атаки. Да, Татьяна набрала в контратаке. 4-2. Молодец, Танюша. Сейчас тактическое действие было. Татьяна уходит за пределы корта. Она будет наказана предупреждением. Может быть, нет. Они хотят видеоповтор за выход. Но если время закончилось, то тогда, получается, уже выход не считают. Да, ждем с нетерпением. Затягивалось начало этого финала. И в итоге затягивается и концовка финального поединка, финального боя. Уже больше 20 минут на корте Кудашова с Абакаровой. И никак не могут разрешить свой спор. Необходимо смотреть время. Время. Отказывают. Отказывают. Все. Мы поздравляем. Татьяна Кудашова через мгновение станет чемпионкой Европы. Да. Жест правого центрального рефери. Андрей Явастов. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова